Кожа наружный покров нашего организма. Она мягка и эластична. Кожа имеет три основных слоя. Рассмотрим это на схеме. Вот тонкий наружный слой над кожица. Состоит из многослойного эпителия. Его нижний слой образован из плотно прилегающих друг к другу клеток. Они непрерывно растут и размножаются, оттесняя выше лежащие клетки. Собственно, кожа. Вы видите, как среди эластичных волокон расположены кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания, сальные и потовые железы. Третий слой — это подкожная клетчатка, состоящая из большого количества жировых клеток. Частицы жира попадают в клетки из кровеносного русла. Функции кожи тесно связаны с ее строением. Защитная функция — одна из важнейших. Льется металл, в цех полон раскаленными газами. Большое количество минеральных солей растворено в воде. Целостный кожный покров не позволяет проникнуть вредным веществам внутрь организма. Большую роль играет здесь роговой слой надкожицы, пропитанный кожным салом. Кожа защищает нас и от механических повреждений. Посмотрите, мозоли на ладони гимнаста — ничто иное, как утолщение рогового слоя, который предохраняет от усыхания и повреждения более глубокие слои кожи. Идет бой, но большинство ударов гасится естественным барьером кожи за счет ее эластичности и наличия подкожной клетчатки. Важен еще один вид защитной функции кожи — терморегуляция, которая осуществляется за счет количества тепла, отдаваемого поверхностью кожи. Зима, мороз, температура воздуха низкая. Посмотрите, сосуды кожи сужаются и потеря тепла уменьшается. А что происходит в жару? Сосуды кожи расширяются, и через них протекает большее количество крови. Кожа нагревается и быстрее отдает тепло. Когда возникает опасность перегрева, в работу вступают потовые железы. За счет испарения пота с поверхности кожи удаляется избыточное тепло. Температура тела остается постоянной. Два миллиона потовых и триста тысяч сальных желез осуществляют выделительную функцию кожи. Воздух под одеждой человека непрерывно циркулирует. Теплый поднимается вверх, а его место занимает холодный. Это требует четкой реакции со стороны сосудов кожи. Эти реакции можно тренировать закаливанием. Закаливание воздухом проводится круглый год. Закаливание водой начинают с обтирания мокрым полотенцем или махровой рукавичкой. Затем переходит к обливанию. А позже к приему душа. Не забудьте при этом надеть резиновую шапочку или высушить мокрые волосы. Сильное закаливание методом Солнца. Энергия солнечных лучей возбуждает живые клетки, активизирует их деятельность. Усиленно образуется кожный пигмент и тело покрывается загаром. Но не все знают, что кожный пигмент ослабляет проникновение в организм чрезмерного количества ультрафиолетовых и тепловых лучей. Это еще один пример защитной функции кожи. Одежда поддерживает вокруг нашего тела постоянный микроклимат. Это наша вторая кожа. Грязная одежда мешает коже дышать, нарушает терморегуляцию, способствует возникновению кожных заболеваний. Почему во время спортивных занятий, игр и походов рекомендуется одежда из хлопчатобумажных тканей, потому что она хорошо впитывает влагу. Представьте себе, что эти ребята одеты в костюмы из нейлона. Синтетические ткани влагу не впитывают. Она остается на поверхности кожи, что не только неприятно, но и вредно, так как нарушается процесс регуляции температуры тела. Когда вам говорят, что надо строже подходить к выбору обуви, на это тоже имеются серьезные основания. Давайте посмотрим, что делается с вашими ногами в тесном ботинке. Нога деформируется, сосуды сдавливаются, вызывая застой крови. Также не стоит ходить в школу и в кедах. Резина задерживает движение воздуха и препятствует испарению пота. В результате опрелость на ногах. Так называемые чешки хороши только в спортивном зале. Если же их носить постоянно, дома или в школе, может развиться плоскостопие. Обувь всегда должна быть удобной, с эластичной подошвой и обязательно с каблуком высотой в полтора-два сантиметра. Мы рассказали вам о том, над чем вы не задумываетесь, но что имеет важное значение для вашего здоровья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...